Простой горожанин, политтехнолог Андрей Патрицын, которого я попросил в отсутствие приглашенных или которых я пытался пригласить на эфир, попросил его в какой-то степени, может быть, представить и на их месте. И вот теперь, Андрей, вы Сараплова. На днях о приложениях, она, кстати, вот без пяти минут главная архитектура Уфы, с восторгом поведала о своем градостроительном видении города в эфире ассоциации «Бизнес.ФМ». Вот я попросил вас посмотреть тот эфир, чтобы был предмет разговора. Удалось? Да, я посмотрел этот эфир, и, конечно, это было очень непросто, потому что за такие вещи вообще молоко должны давать потом, потому что переварить вот этот сорокаминутный бульон и вот эту вот билиберду, которую нам несла Ольга Сараплова в эфире, ну, конечно, было непросто, честно говоря. Я еще сразу заранее хочу сказать, что, например, я абсолютно далек от компетенции архитектора или даже как себя позиционирует Ольга Сараплова планировщика, я могу только оценивать конечные результаты, ну, каких-то вот действий, например, тех людей, которые себя считают архитекторами или которых, например, назначили архитекторами. И вот мне было очень любопытно послушать в этом эфире то, как Ольга Сараплова, женщина, которая, в общем-то, не является коренной уфимкой и не привязана к этому городу как бы исторически и судьбой, как она оценивает вообще уфимца? Кто вот в ее глазах уфимец, да? Какие у него потребности в части городского устройства? Как он хочет видеть этот город? Как он хочет его изменить? Вот, может быть, еще поможет цитата вот из ее монолога, что мы все хотим видеть удобный пешеходный город. Вот вы тоже, как и все мы, она же говорит, за нас, за всех, тоже видите нашу уфу городом для ходьбы, лишь для ходьбы, при его, кстати, уникальной протяженности. Ведь даже вот протяженность центрального проспекта Октября почти 9 километров. Это для того, чтобы пройти по нему, ну, не знаю, каким суперпешеходом надо быть. Ну, еще нужно иметь крепкое здоровье с точки зрения там дыхательных путей и прочих вещей. Но я вот выписал для себя краткий портрет уфимца, который нам изложила госпожа Сараполова, не будучи коренной уфимской жительницей. Она очень смело взяла на себя, как бы, такую вот функцию нарисовать нам этот портрет. Уфимец – это человек, который живет в скучном и провинциальном городе, по утверждению Ольги Сараповой. При этом мы все хотим удобный пешеходный город, по утверждению госпожи Сараповой. Важнее всего для уфимца, как она считает, это гулять. То есть это не инфраструктура, не детские сады, не чистый воздух, не еще что-то. Важнее для уфимца все время гулять. И работа, кстати. Работа вообще для уфимца не имеет значения, судя по всему, по мнению Сараповой. А, бездельники мои. Да, потому что она утверждает, что уфимцы могли бы не просто проводить на набережной Уфы все выходные, как сейчас они делают в представлении госпожи Сараповой, а и все будние дни достаточно насытить набережную нужным количеством шашлычных, которые нам сделает, например, господин Антонов. Антонов это известный ресторатор, которому Хаберов разрешил, скажем так, обустроить кабель. Антонов, да. И в связи с этим портретом уфимца, который рисуется госпожа Сараповой, в ее воспаленном сознании, она теперь намерена повышать пешеходность города, это вот такой термин, который она придумала, видимо, и ограничивать автомобильные движения. Ну, попутно она, естественно, поддержит введение платных парковок, как она заявила. Очень меня, честно говоря, вот это напугало, вот такое видение человека, который, как вы сказали, без пяти минут главный архитектор города. Нет, она так сама заявила, что она не исключает, что она станет главным архитектором. Я тоже это чувствую. То есть это зависит от ее личного желания, или как-то, или звезды сойдутся, я не знаю. Не знаю. И теперь давайте подумаем еще о некоторых концепциях, которые она нам предложила вот в этом интервью. Во-первых, она опять хочет пустить трамвай по проспекту Октября. Тут я уже возопил, ну, сколько можно. Мы его то строим, то реконструируем, то убираем, то снова запустим, да. То есть что-то уже здесь как-то вот не складывается. Наряду с этим госпожа Сараполова поведала нам такую трогательную историю о том, что когда она жила в Германии и ездила по Германии на велосипеде, она отметила там гигантское разнообразие, например, общественного транспорта, который есть в Германии. Она очень восхищается этим, но почему-то при этом она считает, что Уфе этого не нужно. Мы же серый город. Мы серый, провинциальный город в ее выражениях, да, то есть нам достаточно будет вот закупить какие-нибудь газели Next, и вот мы на них будем тут носиться. Противоречия в ее речах было огромное количество. То есть она, например, заявила, что она не понимает, как это все работает в Германии. Ну, собственно, она как-то призналась, видимо, в своих компетенциях. Но ратует за то, чтобы у нас были краткосрочные меры с проработкой на 10-20 лет вперед. Как это может одно с другим быть связано, я не знаю. Ну, она молодая для нее краткосрочная, это... С проработкой на 10-20 лет. Да, это она же доживет до этого. В общем, я, честно говоря... Наши старики не доживут. Я отметил какой-то достаточно бессмысленный винегрет терминов. То есть вот все слова, которые говорила госпожа Сарапова в этом интервью, они были, ну, действительно имели отношение к градостроительству, к какому-то, к урбанизму, еще чему-то. Но то, как они были сложены вместе, производило впечатление, что она просто их перечисляет. То есть вроде слова знакомые... Да, слова знакомые, но смысла нет никакого вот в их наборе. Вот тут у меня появились более такие, ну, серьезные опасения. И, ну, нужно понять, что за человек идет управлять архитектурой всего миллионного города. На самом деле это довольно серьезная опасность. Если к этой должности приставить человека неспособного, некомпетентного, я уж не говорю о злонамеренности там или каком-нибудь там потенциальном казнократстве, тогда мы, ну, получим гигантскую проблему в конечном итоге. Потому что последствия решений, которые принимаются на этом посту, они действительно долговременные. То есть приняли решение чего-нибудь застроить или чего-нибудь не застраивать, и потом десятками лет мы будем расхлебывать это решение. Так ведь? Это же не просто так там елку срубить или скамеечку поставить. Так вот, немножко покопавшись в том, что госпожа Сарапова уже сделала у нас в Башкирии на посту руководителя вот этого пресловутого института развития городов и населенных пунктов республики, я... А, кстати, это она возглавляет его или она создала этот институт? Ну, я так понимаю, что он был создан, ну, под нее. А, вот так. Да, ну, причем у нее там родня работает, все очень такое уютное такое место, то есть там все очень хорошо, я так понимаю, устроено, там муж у нее работает, и она там работает, ну, замечательно, семейный подряд. Существенные суммы проходят через этот институт, отмечу, что это деньги внебюджетные, но мы уже знаем, что внебюджетные деньги это не всегда негосударственные деньги. И вот я с удивлением с вами обнаружил, например, одну историю, которая связана с этим институтом, она очень бурно, я имею в виду госпожа Сарапову, она очень бурно благоустраивает нам малые города, да, там выигрывает всякие конкурсы, получает там всевозможные гранты и реализует там все эти вещи. Ну, да, набивало руку. Вот меня смутил какой момент. В Краснокамском районе, Никола-Березовка, там они обустроили некую рекреационную зону, реконструкцию исторической части города и так далее, и так далее, всадили туда порядка 60 миллионов рублей, а теперь выясняется, что все вот это великолепие расположено в зоне потенциального подтопления за счет как бы Нижнекамской ГЭС, которая вот-вот должна набрать свой рабочий уровень воды. Там плюс один метр, и все это будет затоплено. Таким образом, мы получаем, что планировщик Сарапового не учла, ну, один из фундаментальнейших геофизических факторов, который присутствовал на этой территории. Это говорит о ее профессионализме? На мой взгляд, да. Нет, ну, это же след тоже в истории, она может состоять. Ведь трое создательствовало под водой. Да-да-да, след в истории по поводу... Нет, трое, между прочим, не под водой, а на континенте я там был не так давно. Так вот, это действительно след, но след стоимостью в 60 с лишним миллионов рублей, и, наверное, каким-то образом будет свидетельствовать о какой-то, ну, большой проблеме с планированием. А вот и набережную Салавати глава республики как-то ругал, и я слышал краем уха, что и к этой набережной имело отношение институт Сарапового. Да, то же самое. Это точно? Да, 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 тоже, этот объект тоже делался при непосредственном участии. Но тут случилось страшное. Хабирова просто не предупредили, кто был планировщиком и проектировщиком этого, значит, объекта, а объект ему реально не понравился. Он приехал, посмотрел, говорит, ну, что за ерунда вообще? Что за бред вообще здесь вы построили? Да, если... Его просто никто не предупредил, что это вот его, как сказать, протеже мадам Сарапова. Нет, он был жестче из геев. Нет, он был очень, да, я помню, он был, он по-другому, конечно, выражался, очень жестко и очень так, это он там пригрозил отнять финансирование и наказать там исполнителей. Но это нам дает очень интересный такой прецедент объективной оценки ее деятельности. То есть не то, что когда она сзади подбежала там, как Прочаковская, и что-нибудь там проварковала, и тут ее похвалили, а вот когда человек посмотрел непредвзято и говорит, да это, ребята, ерунда. Вот тут надо Хабирову отдать должное. То есть он высказал свою точку зрения и оценил. Ну, Андрей, ну, это дело прошлое, может быть, болезни роста, человек взрослеет. Но вот теперь она, по сути дела, отвечает за градостроительную политику, будет отвечать за градостроительную политику нашего миллионного мегаполиса. Я, честно говоря, ожидал, что, возможно, она скажет о проблемах Демы, и Норса, Затона, как поживает Шахша, как аналит, градостроительный облик вот этих больших живомассивов. Но, к сожалению, этого я не услышал. Понимаете, для этого надо быть архитектором, а они все больше уже урбанисты. Вот это вот, на мой взгляд, не очень приличное слово урбанист, оно вот теперь дает им возможность, значит, она будет лететь мыслью над красотой, значит, скамеечек, геометрии вот этих вот газонов где-нибудь там в рекреационных зонах. Они не про то, чтобы создавать и менять город с точки зрения, ну, делать его удобнее. Они вот как раз вот в ее фразе о том, что главное для уфинца – это гулять, на самом деле заключена вся ее концепция восприятия. И не только гулять, она там еще сказала, что у уфинца была возможность потратиться. Да, еще потратиться в кафе. Я учусь, что у наших людей просто, скажем, как говорил Шукшин, деньги ляжку живут, просто негде сбросить деньги. Судя по всему, она не в состоянии оценить реальную ситуацию, потому что, может быть, она долго каталась на велосипеде по Германии, может быть, еще какие-то факторы на нее подействовали, может, там какие-то более серьезные травмы есть с точки зрения восприятия действительности, но вот потому, что она говорит, у меня, честно говоря, большие-большие опасения. Я, как горожанин, и горожанин коренной и потомственный в этом городе, я высказываю опасения об этом кадровом назначении. Вот, честно говоря, я опасаюсь того, что мы получим в результате деятельности госпожи Сарапуловой на этом посту, если она, не дай бог, станет главным архитектором. То есть, как минимум, нужны компетенции, как минимум, нужно некое портфолио возглавить сферу архитектуры и градостроительных решений, планов, реализации этих планов в миллионном городе поручить человеку, который, простите, ничего существенного все еще не сделал и не показал нам своих способностей и компетенций, более того, даже где-то напугал некоторыми своими проектами, вот это, наверное, опрометчиво. То есть, нужны город миллионный, город большой и проблемный, нужны компетентные кадры. Андрей, ну давайте пока будем исходить с того, что все-таки она зам главного архитектора или исполняющая обязанности. Это уже немного, это уже немало, между прочим. Понимаете, дело в том, что да, конечно, я с вами согласен, мы с вами привыкли, что главными архитекторами ЮФИ были, ну, люди тертые. Вот я вспоминаю, там, Рехмков был, Челышев был, Ураксин, то есть люди... С Ураксином мне посчастливилось как бы взаимодействовать, я помню прекрасно. Даже после этого даже Байден с симпатией какой-то воспринимается, потому что... Нет, вот давайте так, про Байдена, значит, действительно, сломано много копий и много в его адрес было претензий, и многие из этих претензий я разделяю. Но здесь было одно важное обстоятельство. Байден, правда, был профессионал. Мы опускаем, мы за скобки выводим... Но он не был, он и остается профессионалом. Он остается профессионалом, я имею в виду, он был профессионалом на своем месте. Мы опускаем и выводим за скобки некоторые его дела, некоторые истории, там, с определенными застройками, с какими-то точечными застройками, где-то он там приложил руку, что-то было. Ну, сидеть у огня, а не погреть руки. Да, но я говорю о том, что когда... Он, по крайней мере, не формулировал так, что основная концепция уфимца это бездельничать, гулять и тратить деньги в кабаках. То есть он до этого не опускался. Это либо какая-то намеренная издевка, либо абсолютное искажение восприятия действительности. И то, и другое, кстати говоря, плохо. Вот на мой взгляд. Скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, у нас вот у тех больших жилмассивов, Массивов, Инорс, Затон, Дема, Шахша, какие болевые проблемы уже перезрели? Так вот... Ну, еще раз, я, конечно, не урбанист. Я не архитектор. Вы общаетесь с людьми, вот вам пишут очень многие. Очень много, да. То, что я вижу, ну, сказать, вот взглядом городского жителя, это очень понятный и стандартный, на самом деле, застарелый набор проблем. Транспорт, инфраструктура, появление во многих этих районах нового магазина события, потому что люди уже вот настолько привыкли, что их там не так достаточно много, чтобы удовлетворять спрос, многие везут там что-то из центра. Какое количество магазинов и их набор не совсем соответствует, ну, вот, запросам и прочее. То есть, вот, транспортная доступность, потом уборка территории и ее обеспечение в достаточном состоянии, тоже вот территория этих районов, тоже хуже, чем центр. Хабиров гордится, что он вбухал там в прошлом году много денег в центр, тут его стали подметать и мыть, ну, оставим за скобками эффективность этих вложений. А с периферии-то все по-старому. И Дема, и Норс, и Затон, и Док в том же примерно положении. У них проблемы понятные, но урбанисту или урбанистке Сарапуловой, наверное, было бы скучно говорить об этом, да, ведь? Интереснее говорить о том, как мы здесь делаем пешеходные дорожки там или, не дай бог, велодорожки и прочее. То есть, вы не сторонник вот этого возвышенного отношения к городу, чтобы там в нем было красиво жить. Вы сторонник того, чтобы в городе в первую очередь было удобно жить. Я сторонник того, чтобы принимались системно разумные решения. Вот единственное, потому что только это залог того, что системные разумные решения будут реализованы и принесут нам положительный результат. Вот этот популизм, вот эти скамеечки, вот эти Варламовы, вот это все-все-все, это все танцы с бубнами. Мадам Сарапулова упустила момент. Это принято было делать в первый год прихода Хабирова. Мы пели, плясали, били в бубны и стреляли вверх салют. За много миллионов рублей. Сейчас уже вот эти истории с привозом каких-то потешных полков уже не работают. Надо браться за дело и нужно показывать результат. Граждане, горожане уже его взыскивают, этот результат. И горожане уже злые. Они злые, они говорят, алло, Сергей Николаевич, да нам все равно, что вы в безгоду неделю тут работаете. Сколько можно, значит, менять друг друга и сваливать на предшественника? Дайте нам ответы. Когда сделаете комсомольскую? Дату назовите. А вы, получается, вот как, являетесь вы сторонником вот этой идеи, которая обсасывается уже, по-моему, довольно долго. Вот где нам строить пешеходную улицу? На Ленина, на Мустай-Карим или на Октябрьской аварийской улице? Вот это принципиально важно для жизни миллионного города? Где у нас будет пешеходный башкирский Арбат? Это важно для центра города. Это важно для имиджа города. Но в городе миллион человек живет. Это нежизненно важная проблема. То есть вот если мы ее ранжируем, эту проблему, это нежизненно важная проблема. Вот, например, затапливаемость Нижегородки, это жизненно важная проблема. Дорога на Пугачевке, которую, слава богу, там сделали, это жизненно важная трасса, она очень важная. И вчера уже жертвы человеческие там новые были. К сожалению, да. Но вот где будет находиться пешеходная улица, вот это творческая проблема для настоящего архитектурного сообщества Уфы. Нужно сидеть и думать. Мое личное отношение по поводу пешеходной Октябрьской революции, это какой-то лютый средневековый идиотизм. Вот делать эту улицу пешеходной. Вот это мое персональное такое, субъективное, непрофессиональное мнение. Но это точно плохой выбор. Я, конечно, понимаю, что особенность города, вытянутость его, и трафики автомобильных центров города вынуждают отцов города говорить о том, что надо ограничить въезд личного транспорта. Но, с другой стороны, мы ведь едем в центр города не потусить в кафешках, не спустить лишние деньги. А мы едем в лечебные учреждения, в другие заведения, к тем же чиновникам, которые сидят в историческом центре города. Вот как нам быть? То есть машину бросать где-то и пешком или на велосипеде добираться до них? Азамат, вы, видимо, не настоящий уфимец. У вас не главное погулять, да? Ну так вот, правильно, иронию отбрасываем. Значит, действительно, ограничение трафика въезда в центр города, это такая достаточно широко применяемая мировая практика. Вопрос, знаете, есть такая поговорка, хорошая мысль, жаль, дуракам досталось. Вот. Тут вопрос реализации вот этих ограничений. Как это будет устроено, чтобы не пострадали те, кто живут в центре? Чтобы не пострадали те, кому действительно нужно в центр? Например, по работе или экстренной, или еще что-то. Вот. И действительно ограничить только тех, кто приехал потусить и погулять, как говорит Сараполова. Вот тут мы заодно и узнаем, на самом деле главное ли для уфимца это гулять, или все-таки приехать по делам, там, например, на Советскую площадь, где сконцентрировано огромное количество ведомств. Вот этих людей мы будем ограничивать или кого-то еще? Очень сложный вопрос. Боюсь, что это вопрос не по зубам. Вот мадам Сараполовой с точки зрения тех компетенций, которые мы сейчас видим. Нет, тут, наверное, взгляд все-таки не урбаниста нужно, а взгляд матерого архитектора. Тут нужен как минимум математик, как максимум социолог. И патриот города. Который сделает правильные расчеты, сухие, понятные расчеты. Кто приехал, зачем приехал, кого допустить, кого не допустить. А не вот эти вот лирические рассуждения о, как бы, мы закроем город, потому что в нем будет удобно гулять. Прекрасно. Остается мало времени еще госпожа Сараполова назвала Уфимскую набережную гидротехническим сооружением, которое и посетовало, что ее поколению досталось плохое наследство. Но вот в этой студии Ирики Лалов как-то признался, что при его строительстве еще в тело набережной была строена мощная система коммуникации. То есть развиваясь, строя там же те же кафе, вычислительные центры. То есть изучала ли, знает ли об этом Сараполова, и что это значит плохое наследство? Ну, тут это два вопроса в одном. На самом деле, конечно, она не очень понимает, что там, как устроено. Она же урбанист, а не инженер. А во-вторых, валить все на предшественников, это тоже добрая традиция нынешней администрации, при том, что они уже два с половиной года управляют республикой, а во всем все равно у них виноват. Там, я забыл сказать, канализация метрового диаметра. Там достаточно заложены мощности и электроснабжения, и канализации, и водоснабжения в том числе. В принципе, да, возможности там работать есть. Нет понимания, что делать. Вот в чем дело. Туда надо привлекать инвестора. А инвестор это пугливое существо. Его пугают поведение нынешних властей республики Башкортостан. Соответственно, он и не идет туда. Вот беда. Ну, главным инвестором назначен господин Антонов. Посмотрим. Я, кстати, вот, слушая вас, убедился в том, что, наверное, что, скорее всего, господи Сарапова, у нее руки не дошли изучить карстовый мониторинг, о котором, кстати, Багин назвал ее наиважнейшей задачей. Да, большая проблема, действительно.